Это будет очень здорово. Сейчас правильное движение, что КХЛ создала фарм-клубы. Это будет какая-то помощь. Мы где-то с 18 до 22, до 23 не будем терять людей. То есть хоккейная премьер-лига может помочь, да? Конечно, конечно. Премьер-лига очень поможет, да. Потому что в ВХЛ это нет. В ВХЛ это... Там вообще просто со взятками страшно. Ну, вы понимаете, там даже не по игрокам, там взятки. Там дети приходят, люди приходят на просмотр, говорят, сплати нам 30 тысяч. Это в 19-20 лет. В клубах? В клубах. Ну, это старые проблемы. Проблем-то еще в другом. Вы приходите работать тренером, если вы не в клубе, да, а в другом. У вас зарплата-то 19 тысяч рублей. Вы представляете, вы играли в высшей лиге даже, там, получали зарплату 50 тысяч, 100 тысяч, да, в месяц. Плюс у вас бонусы какие-то. Ваша семья привыкла жить. У вас двое детей, там, ну, всех практически еще у хоккеистов. Они самые демографы. Занимают демографией. У всех потвы и потро и детей. И вас вдруг, вы хотите стать детским тренером, и вас опускают на зарплату 12. С этим тоже надо разбираться детскими тренера. Хоть где вы находитесь. При клубах, я думаю, что там нормально получают. Ну, как это нас систему выстраивает? Потому что самое страшное, это не сама взятка. Самое страшное, что дети, они знают, они привыкают. Они знают, если ты сильнейший, ты видишь, что ты делаешь. И ты играешь в третьем, четвертом звене, тебе дают мало времени. А игроки, которые хуже тебя, играют в первом и втором. Вот это для ребенка, очень основное, за деньги играют. И они знают об этом. Продолжение следует...